люди часто жалуются и вы сталкивались с этим поэтому должны уметь отвечать на вопрос как может добрый бог создать мир страданий зла и смерти слышали этот вопрос вы говорите что бог добр вы говорите что он создал эту вселенную посмотрите на нее все эти войны убийства изнасилование и подобные вещи как бог мог быть создателем всего этого у меня есть несколько иллюстраций и я приведу вам одну из них представьте себе рыбу плавающую в реке она поднимает глаза вверх и видит мужчину сидящего на стуле и курящего сигару держа удочку в руках рыба смотрит туда и говорит вот это действительно настоящая жизнь и вот она выпрыгивает на берег озера пытается взобраться на стул взять удочку но не может она барахтается в грязи и гравий стараясь вдохнуть своими жабрами воздух и уже почти задыхается и тут кто-то проходит мимо и спрашивает что это за бог создавший рыбу чтобы она так страдала бог создал рыбу не для того чтобы она так страдала он создал рыбу плавать в воде это прекрасно проблема в том что рыба не была довольно тем какой ее создал бог и пыталась стать чем-то другим вот что случилось в эдемском саду это мы восстали мы как рак на этой земле который не следует первоначальным инструкциям днк вот в чем проблема этого мира страдания грех зло и так далее войны это не тот мир который создал бог это мир который мы создали и мы несем ответственность за него из-за этого бог будет судить мир но потом какой-нибудь умник скажет да но подождите минутку послушайте вы же не верите что бог предопределил людям попасть в ад но вы знаете что богу известно кто отправится в ад а кто нет так это еще один вопрос как может бог знать будущее не предопределив его если бог знает что вы собираетесь делать завтра а он знает тогда вам придется делать то что он знает что вы сделаете или бог бы ошибался а он не может ошибаться тогда как вы можете говорить что у вас есть свобода выбора может быть только один вариант джон уэсли проповедовал на эту тему у меня есть все его проповеди которые кто-то дал мне он проповедовал на эту тему еще в 1780 году ответ прост бог не является частью физической вселенной которую он создал он находится за пределами этой созданной им вселенной из ничего он не создал ее из себя будучи совершенно трансцендентным частью этой вселенной является время но бог не ограничен временем он находится в вечности вне времени то что нам кажется настоящим прошедшим и будущим временным континуумом для него это все одно целое и он видит все одновременно потому бог видит все еще до того как что-то произойдет тот факт что бог знает о том что должно произойти до того как оно произойдет не означает что бог заставляет это произойти он знает что это произойдет но у вас есть выбор и он знает какой выбор вы собираетесь делать какой-то умник ответит хорошо раз бог знает что миллионы а может быть и миллиарды людей отправятся в ад зачем ему создавать их это злой бог ладно у меня есть еще одна простая иллюстрация которую использую много лет давайте представим что за несколько миллиардов лет прежде чем кто-либо был сотворен несотворенные духи тех людей которые пойдут в ад устраивают парад протеста перед троном бога они ходят с плакатами на которых написано мы требуем права не быть сотворенными потому что мы попадем в ад что ответил бы им бог я не хочу отправлять вас в ад я люблю вас мой сын умрет за вас он возьмет наказание за ваши грехи на себя чтобы вы могли попасть в рай я не хочу чтобы вы отправлялись в ад я хочу чтобы ему отвечает ну нам все равно мы не собираемся принимать христа как нашего спасителя мы отправимся в ад и это было бы несправедливо это было бы неправильно чтобы добрый бог создал нас на что бог ответит человеческая раса это одно целое некоторые из вас станут отцами матерями братьями и сестрами двоюродными братьями тетями и дядями детьми тех кто попадет в рай я не могу не создав вас все равно создать их было бы неправильно чтобы все эти миллионы спасенных были лишены возможности находиться в моем присутствии в вечной радости и благословении которое у них было бы потому что вы такие упрямые глупцы что вы откажетесь от спасения которые я собираюсь вам приготовить вот и вся картина по-другому по-другому быть не может либо бог вообще никого не создает либо он создает людей у которых есть выбор потому что он хочет чтобы они любили его неизборно неизборно и пока неизборно как но неизборно неизборно и Продолжение следует...